Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! Понять концовку фильма. Действительно ли ситхи мертвы? Откуда у Рэй новый меч? И что за бардак голосов слышен в конце? В ближайшие пару минут мы разложим по полочкам все нюансы, не переключайтесь. А еще лучше оставляйте свою оценку весьма противоречивому проекту. Начнем по традиции с резюме всего, что имеется в стиле старины Луиса из киновселенной Марвел. Император Палпатин непонятно как воскрес и потребовал от Кайло Рэна убить Рэй, которая оказалась его внучкой. Почему внучкой? Ведь в таком случае мать Рэй тоже должна быть ситхом. А черт его знает. У сценаристов лучше спросите. У Кайло Рэна свои планы, и он наоборот хочет спасти Рэй, чтобы вместе с ней править галактикой. А ну не мудрено, ведь такие горячие джедайки на дороге-то не валяются. Впрочем, как оказалось, половину фильма Рэй как раз валяется где попало. То на пустынной планете, то в джунглях, а разок и вовсе в офисе Кайло. Все это в погоне за Мундервафлей, что покажет дорогу в тайное многовековое убежище ситхов. Во время финальной битвы ребят умирает Лея, которая на последнем издыхании связывается с сыночкой-корзиночкой Кайло и просит его одуматься. Одновременно Рэй его убивает, но благодаря новым силам воскрешает. В целом это нормально, в комиксах это обычное дело. И там в Ордене джедаев даже имелись специальные должности лекарей. Правда, Звездные войны, как и Марвел, страдают от непопулярности комиксов как таковых. В век доминирования кинокомиксов в кино на наших глазах разворачивается настоящее преступление. А именно, игнорирование самих комиксов. Наши супергерои пришли именно оттуда. А иметь собственную коллекцию на полочке не только интересно, но и чертовски стильно. Одна из главных проблем, с которой сталкивается читатель-новичок – огромное количество серий, разбросанных по томам. Но мало кто знает о существовании полных изданий или омнибусов. В них кроются десятки историй, собранных в хронологическом порядке и объединенных единой обложкой. Омнибус о совершенном Человеке-пауке погрузит вас в мир истории о Питере Паркере. То же самое можно сказать и про удивительного паучка. Ну а омник Нити Паутины расскажет о персонажах, чью жизнь Питер Паркер изменил навсегда. Хотите подготовиться к Веному 2? Приглянитесь к полному изданию Карнажа и его максимальной резни, на которой, скорее всего, и обоснуется сиквел. Есть Марвел Нуар, который перенесет вас в США времен Великой Депрессии, откуда пришла версия паучка в мультфильме «Через вселенные». Само собой, имеются и омнибусы о сольных приключениях Дэдпула или его похождениях с Кейблом, а также о других значимых персонажах. Если книга – лучший подарок, то омнибус станет мега-лучшим подарком для любого уважающего себя гика. Главное – знать, где их искать. Все эти полные издания вы можете приобрести по приятным ценам в магазинах «Лабиринт» и «28». Ссылки ищите в описании. Кайло болтает с Ханом Соло, болтает с самим собой и решает, что он теперь добрый Бен Соло. Ну а Рэй тем временем валяется на полу таинственного логова ситхов. Там она узнает, что коварный план Палпатина – заставить ее себя убить. Как мы помним, ситхи работают в паре, и ученик должен убить своего учителя или кого-то родного, чтобы завершить цикл. К примеру, цикл Дарта Вейдера завершился, когда он фактически убил любимую Падме. В свое время тут же Палпатин мечтал, чтобы Люк убил Дарта Вейдера и тоже стал ситхом. Не срослось там и не срослось здесь. Рэй отказалась убивать дедулю, считая, что она джедай. На разборку заваливается Кайло Рен, который теперь Бен Соло, а Палпатин активирует план Б. Он в том, чтобы просто вытянуть из парочки силы, дабы вернуть могущество. Так Палпатин и поступает, попутно выкидывая Бена куда подальше. Но Рэй слышит голоса погибших джедаев и встает, надирая Палпатину зад. Вопреки всему, что владыка ситх говорил пять минут назад, он действительно умирает. А Рэй в ситха не превращается. Вместо этого она снова падает, исполняя мечту Кайло Рена. Парень таки подбирает сочную джедайку. К сожалению, не слишком живую. Кайло теперь добрый, поэтому пользоваться правилом сорока минут не решает, а воскрешает Рэй также непонятно откуда взявшимися способностями. Попутно умирая сам. Почему в таком случае Рэй даже не попыталась воскресить его? Спросите у сценаристов, но именно здесь франшиза заканчивается. Последний ситх побежден, последняя джедайка закапывает мечи Люка и Леи на Татуине, демонстрирует свой новый желтый меч и уходит в закат. А теперь перейдем к фактам. Факт первый. Джедаи, оказывается, умеют воскрешать. По мнению режиссера и сценаристов, магистр Йода и Оби-Ван, видимо, были плохими джедаями. Ведь они не воскресили и даже не подлечили умирающую Падме. Оставим это на их совести и перейдем к главному. Главное то, что девятый эпизод подтвердил, что ситхи, как и джедаи, не умирают. Во время разговора Палпатина и Рэй, весь стадион крепости был до отвала забит призраками силы ситхов. Ну или чем-то в этом роде. Более того, создатели решили по-новому взглянуть на правила двух. Если кто не в курсе, оно гласит, что в галактике может быть только два ситха. Учитель и ученик. Учитель обучает сыночка чему знает, а когда тот становится сильнее, то убивает его. И проворачивает колесо сансары, в свою очередь занимаясь поисками ученика. Долгое время было не до конца понятно, почему владыку ситха обязательно нужно убивать. Это банально нелогично, ведь вся суть ситхов в эгоизме и желании выжить. Ну а девятый эпизод поступил молодцом, показав, что учитель ситх никуда не денется и также растворится в силе, перейдя на новый этап жизни Аки-джедай. Более того, он сможет контактировать с миром в целом и своим учеником в частности. Задумка неплоха, но реализована так себе. Как быть с периодом Старой Республики, где ситхов были тысячи? Почему за всю историю франшизы мы не видели, как кто-то из ситхов болтал с погибшим наставником? Да и какого, собственно, хрена за девять полновесных фильмов этому не уделили даже строчки диалога? Разве шутки над потерявшим память С-3ПО важнее? По логике Дисней получается так. Хвала небесам с джедаями ситуация попроще. Мы были в курсе, что они остаются в контакте с живыми, как призраки силой. И хотя бы в этом плане девятый эпизод удержался в рамках канона. Джедаи растворяются в силе, но могут приходить призраками, чтобы использовать эту самую силу или наполнять ею Рей. Так и произошло, ведь джедайка слышала в голове кучу голосов. Хоть мы и смотрели фильм в оригинале, не будем делать вид, что гик-мувис настолько крутые, что способны на слух различить речь Мейса Винду и Оби-Вана. Все проще, ведь имена актеров озвучки указаны и в титрах. И там видно, что Хейден Кристенсен озвучил строчку Энакина Скайуокера, Юэн МакГрегор сказал что-то от лица Оби-Вана, а Сэм Джексон от Мейса Винду. Именно здесь кроется парочка забавных камео. Во-первых, одну из фраз для Рей произносит Луминара Ундули. Джедайка появлялась в трилогии приквелов Джорджа Лукаса и в мультсериале «Война клонов» 2008 года. Там ее озвучивала Оливия Дабо, и именно она произнесла реплику в «Восхождении Скайуокера». Все из той же «Войны клонов» взяли джедая Эйлу Секуру и ее актеры озвучки Дженнифер Хейл. Ну и, конечно же, в закадровой речи кроется камео Асоки Тано. Любимицу публики и ученицу Энакина Скайуокера озвучила бессменная исполнительница роли Эшли Экштейн. А еще за кадром звучат голоса Фрэнка Оза и магистра Йоды, а также Алика Гиннеса, игравшего Оби-Вана в оригинальной трилогии. Сцена, где погибшие джедаи Будя Трей вышла очень и очень трогательной. Но она была бы в тысячу и миллион раз трогательней, если бы не ограничивалась голосом. У маленькой инди-киностудии под названием «Дисней» не хватило деньжат, чтобы запилить нормальные полновесные камео Орды Призраков Силы за спиной Рэй. Что-что, а это настоящий позор такого киногиганта. «Мстители 4» позволили себе кадр с сотней супергероев, мчащихся на Таноса. Перед «Звездными войнами» стояла задача проще – заснять чертовых 10 ключевых персонажей в виде Призраков Силы. И эту задачу Джей Джей Абрамс провалил. Про то, что стоило запилить и камео легендарных ситхов вроде Дарта Бэйна и упоминать не будем. Имеем, что имеем. И, собственно, разбираем, что имеем. Главное, что бросается в глаза – голос Асоки Тано. Ее смерть толком не показали ни в сериале, ни в комиксах. Однако, голос в голове Рэй означает, что Асока на момент девятого эпизода мертва. Это странно, ведь по нашим подсчетам на момент фильма джедайке должно было быть лет 70. Но это почтенный возраст, и со смертью Асоки можно смириться. Главная ошибка кроется дальше. Ведь вся задумка девятого эпизода в том, что за спиной Палпатина стояли все ситхи в истории, отдавая ему силы. А за спиной Рэй, в свою очередь, джедаи. И преступление восхождения Скайуокера в том, что фильм четко реализовал канон, но для 99% зрителей это выглядит бредом. В глазах любого все ситхи и джедаи в истории должны быть равны, ведь это баланс и равновесие силы. Какого, собственно, хрена одна из сторон могла победить? Таким вопросом задастся каждый. И, по иронии, будет неправ. Ибо тот самый баланс силы, о котором твердил Йода, Энакин, да и любой джедай – это отсутствие темной стороны как таковой. Ибо изначально сила была просто силой, служившей, в общем-то, хорошим вещам. Но появились люди, смекнувшие, что с ее помощью можно захватывать власть, наказывать слабых и убивать. Именно там произошел раскол и нарушение баланса изначально чистой и доброй силы. И так как изначально сила хорошая, вполне логично, что все в сумме добрые ребята одолели плохих. Беда только в том, что произнести два чертовых абзаца текста, которые только что рассказали мы, фильму не захотелось. Гораздо лучше показать целующихся девушек и намекнуть критикам, что «Звездные войны» в тренде современного кино. А еще одно преступление девятого эпизода в том, что он пытается намекнуть, что Рэй – единственная в галактике, кто может чувствовать силу. Якобы все злодеи побеждены и воевать больше не с кем. Все это ложь до последнего слова. Чувствительные к силе люди будут всегда, и то, что произошло в финале саги – лишь временная мера. Возьмите того же Финна. Нам десять раз за фильм намекнули, что он также чувствителен. Это, конечно, нелепая попытка оправдать его схватку на световых мечах с Кайло Реном в седьмом эпизоде. Но все-таки есть еще малыш из концовки восьмого эпизода, да и банальная история вселенной. А история гласит, что сила будет всегда, а следовательно и люди, способные ею управлять. Так что зря Рэй так самонадеянно закапывала мечи. Рано или поздно появится кто-то, кто найдет в себе способность душить людей. В конце концов, далекая галактика не единственная. И комиксы, как и книги, сто лет назад показывали, что ситхи – лишь одна разновидность ребят, использующих темную сторону силы. В далеких уголках галактики есть другие ордена и культы, которые добрыми не назовешь. Настоящая концовка восхождения силы в том, что на территории республики в данный момент нет темных джедаев. Но где-то-то они есть, и говорить о безоговорочной победе глупо. Ведь сама сила никуда не делась. Более того, по последнему кадру фильма видно, что Джей Джей Абрамс это понимал. Речь о новом, желтом световом мече Рэй. Это одна из крутейших пасхалок фильма. Ведь, во-первых, постройка светового меча – это своеобразная защита диплома для джедая. Не до конца ясно, где Рэй нашла кристалл, но учитывая книги, сворованные у Люка, это додумать можно. Желтый цвет, выбранный девушкой, говорит о многом. Традиционно это свет джедая-стража, своеобразного танка вселенной. Они полагаются на мощь и специализируются на защите себя и других. А еще в Ордене джедаев на стражей возлагалась обязанность поиска чувствительных к силе детей. Так что цветом клинка режиссер намекнул нам, что Рэй пойдет по стопам Люка Скайуокера и запилит свою школу. К сожалению, несмотря на подобные мощные пасхалки, Дисней превратила «Звездные войны» в стандартное и шаблонное кино с вроде бы хэппи-эндом. Стремление Микки Мауса не усложнять и привести все к простому хэппи-энду на поверхности. Но если чему-то далекая галактика нас и учила, так это тому, что простых решений в мире «Звездных войн» не существует. До новых встреч, друзья!